Я думаю, что действительно для сопровождения вам очень такой интересный. Ну, а мы продолжаем нашу конференцию. У нас сегодня четвертый день, и сегодня у нас, как и в прошлые дни, два выступающих, это Алексей Локаренко и Павел Дин. Открывает сегодняшний день Алексей. Я уже вчера объявлялась эту тему, я думаю, что вы все уже сами посмотрели на страницу инструкции, что сегодня вещь пойдет о трафике, как набрать 10 тысяч подписчиков за 2 месяца. Я думаю, что Алексей будет говорить именно про вирусный трафик, как использовать скрипты и прочее. Вы уже сами попробовали, что это такое, как это работает на том примере, когда вы приходили сюда на эту конференцию. Не буду больше отнимать время ваше и передаю слово Алексею. Алексей не забудь включить запись и удачного видео вебинара. Хорошо, спасибо. Всем привет. Итак, давайте приступим. Для начала расскажу немножко о себе, чтобы вам было интереснее, и вы более внимательно слушали мои слова, чтобы потом применяли. Ну что ж, кто я такой? Я занимаюсь инфобизнесом около года. Ниша веб-дизайна, фотошопа, сейчас еще скрипты для инфобизнеса и некоторые продукты для инфобизнеса. За год я набрал больше 30 тысяч подписчиков. Недавно нас припиарил Сергей Жуковский, сегодня нас припиарил Азамат Ушанов, и в конце лета будет пиарить еще Иисус Губайдулин. То есть то, что я буду рассказывать сегодня на презентации по поводу партнерств, вы можете прийти точно к таким же результатам, и вас будут. Всем привет, меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если да, и насколько хорошо слышно. Окей, отлично. Давайте я расскажу немножко о себе, чтобы вы знали, кто я, чтобы вам было интереснее слушать, чтобы вы не просто слушали, но и выполняли те советы, рекомендации, которые я дам. Итак, меня зовут Алексей Захаренко, я занимаюсь инфобизнесом чуть больше года, за это время набрал больше 30 тысяч подписчиков. У меня ниша веб-дизайна, фотошопа, еще есть скрипт для инфобизнеса по привлечению трафика и некоторые продукты нишевые по инфобизнесу. Для того, чтобы вы поняли, как применять данную информацию, и стоит ее вообще применять или нет, вот что скажу. Недавно наш скрипт пропиарил Сергей Жуковский. Сегодня нас пропиарил Азамат Ушанов. В конце лета будет пиарить Иисов Губайдулин. То есть, как вы видите, нас пиарят такие уже гуру, хотя в инфобизнесе я всего чуть больше года. Таких же результатов вы сможете добиться, если будете применять те фишки и рекомендации, которые я буду сегодня отдавать. Сегодня мы обсудим в основном две темы по астероидному трафику, которые я применял у себя в работе. Которые я применял у себя в работе, вы сможете их повторить и добиться таких вот результатов, набрать за три месяца 10 тысяч подписчиков. Давайте приступим и перейдем к нашему первому слайду. Во-первых, что необходимо для того, чтобы заключать крупные партнерства, набирать очень быстро базу. Первый момент, который мы обсудим, это партнерство. Второй момент у нас будет покупка рекламы. Итак, для партнерства вам необходим бесплатный продукт и платный продукт. Естественно, качество данных продуктов обсуждать не будем, они должны быть на высоте. Если вам откажут хотя бы два партнера из десяти по поводу качества, то вам придется переделать свой продукт, потому что это никуда не годится. По поводу качества никто вам отказывать не должен. Итак, изначально у нас должно быть два продукта. Бесплатный и платный. Что вам необходимо сделать дальше? Первым делом вам необходимо создать эффективную страницу подписки. Для чего это необходимо сделать? И почему это необходимо сделать в самом начале? Объясню. Давайте представим, что вы заключили партнерство с инфобизнесменом, у которого база в 30 тысяч человек. И такое вполне реально, я заключал не одно такое партнерство. Так вот, вы начинаете гнать трафик на свою подписную страницу, но там очень маленькая конверсия. И в результате вы теряете примерно половину подписчиков вот от этого огромного трафика. Чтобы такого не происходило, вам необходимо понять и сделать очень эффективную подписную страницу, которая будет собирать максимум у людей. Что для этого необходимо? Ну, давайте по пунктам разберемся. Я составил вот такой шаблончик, который работает практически во всех нишах и приносит очень хороший процент конверсии. Во-первых, с самого верха вы должны написать для кого это, для кого это предложение, целевую аудиторию. Это сделать обязательно, чтобы когда человек зашел, он увидел, что, например, ага, это для меня классно и начинает читать дальше. Далее, обязательно сделайте красным шрифтом большой жирный заголовок, цепляющий. Я рекомендую писать здесь какие-то, скажем так, провокационные вещи, либо какие-то условия, которые заинтересуют человека. Выгоды уже пишут все, и они становятся неинтересными, не так цепляют, как какие-то такие элементы желтой прессы. Далее, что необходимо писать под заголовки? Я не один раз тестировал, и в под заголовки довольно-таки сильно повышает конверсию. Можно поднять на 3-5% поработав с возражениями. То есть, давайте представим, я расскажу на своем примере, у меня ниша веб-дизайна, и у людей есть куча сомнений, например, по поводу возраста, либо человек очень молодой, либо уже пожилого возраста, и у него есть сомнения, сможет он или нет. По поводу фотошопа, если не знаешь фотошопа и так далее. Так вот, я здесь просто писал, что неважно, сколько вам лет, не нужно в совершенстве знать фотошоп и так далее. И у меня в результате конверсии сразу за счет этого только поднялась на целых 3%. Идем дальше. Слева здесь вы должны описать либо в текстовом формате, либо в видео, выгоды, которые получит человек, когда подпишется на ваш курс, тренинг и так далее. Что выбрать, текст или видео, здесь я не скажу, что лучше, нужно тестировать. В каких-то нишах будет лучше текст, в каких-то видео. Иногда где-то аудио, но аудио не совсем хорошо работает. Сейчас, конечно, с приходом высокоскоростного интернета люди начинают все больше смотреть видео, и видео по конверсии гораздо лучше. При этом, по поводу видео, такой момент, я рекомендую делать его не больше 1 минуты. Потому что люди не любят тратить много времени. Постарайтесь в минуту уложиться, описать все выгоды, заинтересовать человека, и просто в конце обязательно сделайте призыв к действию. Загистируйте сейчас, формочка справа, введите свои имейлы, нажмите на кнопку и так далее. То есть дайте пошагу инструкцию. Если вы это не сделаете, то конверсия будет на несколько процентов ниже. То же самое с текстом. Обязательно делайте понятные четкие инструкции, что необходимо сделать, чтобы получить видеокурс. Далее, вот эти вот стрелочки. Они немного увеличивают конверсию на 1-2% в зависимости от ниши. Согласитесь, всего небольшой такой элемент, но классно влияет. И далее формочка подписки. Следующий момент, как вы видите, по высоте данная страничка не особо большая. Почему? Потому что люди не любят прокручивать сами странички. Это дополнительные действия, и это понижает конверсию. Поэтому делайте страничку, чтобы она смотрелась без дополнительных действий, чтобы человеку не нужно было перемещаться вниз, влево, вправо и так далее. на абсолютно любом мониторе. Так, хорошо. Структуру эффективной страницы мы разобрали и переходим дальше. Следующее, что вам необходимо сделать, это протестировать ту страничку, которую вы создали, прежде чем начинать партнерство. Потому что не всегда с первого раза вы можете подобрать какой-то эффективный заголовок, подзаголовок, написать видео, либо текст с выгодами, либо грамотно писать целевую аудиторию. Что и в какой последовательности нужно тестировать? Что дает больше всего эффект? Во-первых, на конверсию больше всего влияет то, что вы даете подписчикам. Это сам контент. Само предложение. Если вы поменяете контент, сделаете чуть больше уроков, чуть больше качества и так далее, конверсия значительным у вас растет. Если вы грамотно пишете свои выгоды, то, что получит клиент. Не нужно описывать технические характеристики, это никому не нужно. Описывайте выгоды. И, во-первых, когда создадите страничку, протестируйте контент. То есть, предложение. Можете добавить какой-то бонус. Два бонуса. И вы увидите, как конверсия просто взлетает. Этого не добьешься при тестировании заголовка, подзаголовка и так далее. В тот же следующий момент вы можете тестировать заголовок, подзаголовок и целевую аудиторию. Но это так сильно не будет влиять. Сразу скажу, какие моменты не стоит тестировать. Не стоит тестировать различные графические элементы кнопки, стрелочки и так далее. Они вообще графика не так сильно влияют на конверсию. Самое большее, что влияет, это контент. Ваше предложение. Хорошо. После того, как вы протестировали, идем дальше. И следующий наш пункт. Сейчас лайк загрузится. Это необходимо поставить социальные кнопки под ваше видео. Это будет дополнительный бесплатный трафик социальных сетей. Как вы видите, здесь у меня есть нишевый проект и поставлены социальные кнопки из пяти социальных сетей. Вконтакте, Facebook, Twitter, Mail и Одноклассники. Обязательно сделайте такой текст, наподобие. Если понравилось видео, расскажите друзьям. Соответственно, тому человеку, которому нравится, он будет кликать и у него на страничке и в новостях социальной сети будет отображаться то, что ваше видео понравилось. Благодаря этому, если вы это сделаете, у вас будет дополнительный бесплатный трафик социальных сетей. От этого отказываться не стоит. Раньше это не работало. Примерно полгода, восемь месяцев назад я пробовал точно так же делать, но кликало по этим кнопкам очень мало людей. Сейчас, как вы видите, я вот эту страничку создал буквально неделю-две назад, запустил новый проект и уже есть определенные результаты. Причем трафика здесь практически нет. Хорошо. После того, как добавить эти кнопочки, переходим к следующему моменту. Сейчас у нас загрузится слайд. Следующим моментом вам необходимо настроить вашу автоматическую серию писем. Первое письмо. Давайте ссылку на бесплатный видеокурс. Ссылочку давайте в самом начале. Можете продублировать и рассказать письме выгоды. Это письмо ждут все и у него самая большая открываемость и кликабельность. Далее. Вторым письмом. Обязательно спросите понравился курс или нет. Если люди не посмотрят в первом письме, возможно они его не увидят, оно попадет куда-то в спам, либо у них не будет времени, то определенный процент откроет вот этот видеокурс. Причем такой вот заголовок как вам видеокурс, он более живой и не видно, что это автоматическая серия писем. Кажется, что автор сам написал данное письмо. Поэтому люди точно также очень хорошо открывают данное письмо. Конверсия открытия практически не снижается. Во втором письме точно также дублируйте ссылку на видеокурс, а вот уже с третьего по пятое письмо начинаете рекламировать платный курс. Почему это сделать нужно сразу на третье письмо? Потому что после первого письма, когда человек получил открыл, конверсия открытия открываемости письм начинает очень сильно снижаться. И чем дальше вы начнете рекламировать платный курс, тем меньше у вас будет продаж. поэтому я рекомендую рекламировать начать сразу после второго письма. Итак, третьим письмом вы пишете выгоды платного курса и даете ссылку на свой продажник. В четвертом письме описываете бонусы. Вот эту схему привожу из своей практики, она очень классно работает, применяйте и будет хорошая продажа. И последним пятым письмом вы просто пишете какие гарантии даете на свой курс и работаете с возражениями, потому что все равно очень много людей будут сомневаться, пока они не знают кто вы, что вы, что предлагаете и так далее. Тем более очень многие не покупали пока что в интернете и боятся это делать. Вы должны поработать с возражениями, чтобы сделать больше продаж. Хорошо, после того, как вы настроите автоматическую серию писем, приступайте к поиску партнеров. Где и как я искал партнеров и где вам необходимо также найти. Во-первых, это смарт-респондер всем известный. Там есть каталог рассылок. Вы заходите, выбираете свою тематику. Обязательно выбирайте только тематичные рассылки. Не нужно заключать партнерство и предлагать партнерство тем инфобизнесменам, у которых ниша как-то не сходится с вашей. нет ничего общего. Вы сразу получите отказ. Поэтому выбирайте только ту тематику, где есть инфобизнесмены по вашей нише и начинайте предлагать партнерство. Итак, большую часть партнеров вы найдете там. Это примерно 80-90 партнеров. Если вы уже занимаетесь инфобизнесом, наверняка в вашей партнерской программе кто-то регистрируется и указывает различные данные о своей рассылке. Через сортировку вот этих данных вы можете найти 5-10 партнеров, в которых будет вполне приличная база, с которыми можно запартнериться. Я лично нашел порядка 10 человек, с которыми успешно так запартнерился. Суммарная база их было где-то 20-30 тысяч человек. Тоже хороший источник партнеров. Далее просто идете в Яндекс, Гугл, вбиваете ключевые слова из своей ниши. Я приведу пример. У меня ниша по веб-дизайну. Я просто ввожу веб-дизайн уроки, видеоуроки, влазят различные сайты в Гугле, в Яндексе. Я перехожу на 10-20 сайтов в каждой поисковой системе. Смотрю, что это за сайты. Если кто-то продает инфопродукты, то я связываюсь через службу поддержки, либо через контакты и предлагаю запартнериться. Естественно, предварительно узнаю, какая у него база. Следующий момент. Это сайты с видеокурсами. Это очень классный источник. Сейчас довольно-таки много сайтов, каталогов инфопродуктов, где все рассортировано по различным нишам, сферам. Вы туда заходите, выбираете и там можно найти 10, 20, 30, возможно, даже 50 партнеров по вашей нише. В зависимости в какой сфере вы работаете. тоже, пожалуйста, поработайте это. Далее идете на сервисы рассылок, subscribe, mail list, unisender и так далее. Здесь тоже есть партнеры, их гораздо меньше, но при этом также хочу сразу заметить, что качество партнерств как количество подписчиков, которые придут через эти рассылки, так и количество продаж будет гораздо меньше, через, например, если сравнивать с смарт респондером, потому что здесь люди либо не умеют вести рассылки, либо они очень маленькие у них. Поэтому этот способ прорабатываете в самом конце. Вот пять способов, которые лично я использовал, которые принесли мне классные результаты. Сейчас если посмотреть на базу моих партнеров, суммарно на порядка наверное трехсот тысяч, если зайти в админку, посмотреть сколько у всех партнеров, количество подписчиков. Вот такими методами вы можете собрать такую базу партнеров. Так, еще организационный момент. Все вопросы, которые у вас есть, записывайте пожалуйста на листочек, в конце я выделю время и на все ваши вопросы отвечу. Сейчас мы пока не будем отвлекаться на вопросы. Идем дальше. Теперь следующий момент. Сколько процентов предлагать партнерам? Сейчас мне все больше начинают писать различные авторы, совершенно неумело предлагая партнерство. Итак, я заключил наверное несколько десятков, если не сотню партнерств и выработал для себя вот такую вот схему. Пожалуйста, посмотрите, можете переписать, либо потом посмотреть записи. Давайте немножко разберемся. Если у человека от нуля до тысячи подписчиков, я предлагал стандартные проценты, это 30. Смысла предлагать больше я не вижу, потому что здесь база небольшая. Далее, если у человека от одной до пяти тысяч подписчиков, я ему предлагал 35%. Если от пяти до десяти, то сорок, и соответственно от десяти до пятнадцати сорок пять. у всех, кого была база больше пятнадцати процентов, я сразу предлагал 50%. Примерно один из десяти партнеров будет не согласен с комиссионными. Тут не стоит быть таким твердолобом и стоять на своем, поставьте больше, потому что в принципе это вам окупится. если даже вы в этом партнерстве мало что заработаете, то при повторной продаже у вас будет довольно хорошая прибыль. Я рекомендую ставить такие проценты, потому что практически все, наверное, 95% партнеров с ними соглашаются и вопросов не возникает. Так, идем дальше. Теперь давайте разберем самый важный момент, как же делать предложение. Буквально вчера я получил одно из писем, где мне предлагают припиарить какой-то курс по фотошопу. Пишут мне прямой мой конкурент, ставят какие-то 30%, совершенно меня не заинтересовав. Так делать партнерство не нужно. Так, разберем четкую пошаговую схему, которую я выработал за десятки своих партнерств, которая очень хорошо работает. Итак, во-первых, что писать в заголовке, чтобы максимальное количество партнеров открыло. Во-первых, пишите предложение партнерства по инфобизнесу от и ставите свое фамилия, имя. Не нужно писать выгодное предложение, взаимный пиар и так далее. Люди такое не любят. Когда вы пишите от кого-то, это уже более персонализированное. Партнер видит, что вы потратили время, чтобы написать отдельное письмо для него. Потому что очень многие часто составят одно письмо и начинают рассылать по сотне партнерам. Это неприятно, никто не хочет так работать. Следующий момент. Когда вы пишите приветствие, то необходимо сделать персонализацию. Обязательно укажите фиу партнера. Так он поймет, что вы хотя бы немножко потратили своего времени, узнали, как его зовут, какая у база и так далее. И написали здесь. Шаблон не пишите. Структура схем у вас будет, но все подгоняйте под нее индивидуально. Далее в пару строчек одну-две строчки пишите о себе кто вы, ваша работаете. Сразу напишите что вы не конкурент. Продукты у вас смежные. Опишите какой продукт у вас есть и что вы хотите заключить по этому продукту взаимовыгодное партнерство. Далее следующим пунктом сразу пишите выгоды которые получат инфобизнесмен от сотрудничества с вами. Во-первых это процент комиссионных. Только что мы с вами разобрали табличку где и как определять сколько процентов предлагать. Предварительно естественно узнаете какая база у данного партнера. Смарт респондеры это сделать проще простого там есть информация. Поэтому здесь можете сразу ставить. Далее пишите конверсию по своему продукту. Такой момент если конверсия плохая партнерство вообще не предлагайте. Потому что если даже вы заключите партнерство и у вас не будет продаж либо их будет очень мало с вами никто не захочет сотрудничать в дальнейшем. Все мои крупные партнеры пиарили меня и я их по 2-3 раза уже. Поэтому первое партнерство должно быть очень выгодным для того партнера которому вы предлагаете. Продукт должен очень хорошо продаваться. Если у вас нет данных по конверсии то пока что не предлагайте. сначала соберите данные потом уже пишите. Потому что любой серьезный инфобизнесмен будет спрашивать во-первых конверсию. Далее напишите что своевременно выплачиваете комиссионные в зависимости того как вы делаете 1-2 раза в месяц. Лучше 2. Далее пишите что продукт качественный. Дайте ссылочки на примеры на отзывы. Отзывы если есть желательно с других сайтов не на вашем далее сразу можете дать ссылочку на платный продукт но об этом мы разберем чуть позже. Дальше пятый пункт социальные доказательства опишите имена тех инфобизнесменов с которыми вы уже заключили партнерство даже если это не гуру даже не средние игроки в нише инфобизнеса просто пишите потому что в основном все средние игроки общаются между собой малые игроки в инфобизнесе также общаются между собой и в принципе они в каждой нише друг друга знают поэтому здесь можно писать хорошо идем дальше так переходим к следующему слайду шестой пункт опишите что у вас есть бесплатный курс и это очень качественная информация которая будет очень полезная его аудитория потому что большинство партнеров если вы предложите просто платный курс не будет с вами сотрудничать у многих сейчас нет времени свободного чтобы создавать какой-то бесплатный контент если вы это предложите это будет большим плюсом далее наверняка вы пользуетесь услугами каких-то компаний которые производят и отправляют диски например квикпост рашенпост и так далее не знаю вряд ли вы производите сами если нет то про аутсорсити здесь пишите то что производство отправку дисков осуществляет такая-то компания у нее есть обзвон отправка смс когда клиент заказывает получает посылку и так далее то есть это увеличивает процент выкупа и в среднем это например 93% это также будет плюсом потому что не у всех хорошо выкупаются посылки а если напишите что на ложке также очень хорошо раскупается далее вы пишите что у вас есть апселл это дополнительные деньги описываете выгоды сколько человек за него получит если у вас апселла до сих пор нету то сделайте потому что его берут в среднем 20-30% и вы очень много потеряете без него хорошо идем дальше вы пишете что в каждой акции вы делаете ограничение по времени например это 3-4 дня по количеству бонусов каких-то ограниченных допустим первым 10-20 заказавшим вы даете какой-то ограниченный бонус и далее вы делаете скидку в 20-30% это очень сильно увеличивает естественные продажи и вы об этом пишете в принципе все это понимают но если вы это пишете то человек представит более ясную четкую картину он поймет что с вами приятно работать вы деловой человек далее вы пишете конкретные цифры сколько именно заработает партнер за акцию конкретно за каждый товар за основной за апсел и сколько примерно он получит за всю акцию исходя из того какая у него база просто берете и все подсчитываете на калькуляторе за него чтобы он не напрягался не считал и так далее он просто увидит цифры подумает и скорее всего согласится идем дальше предпоследним пунктом вы описываете план сотрудничества чтобы человек не думал как это будет происходить здесь вы пишете что если вы соглашаетесь то регистрируетесь в партнерке я ставлю комиссионные высылаете ему два письма с уже вставленными партнерскими ссылками для рекомендации бесплатного и платного курса постарайтесь все сделать за партнера могу сказать что последнюю акцию которую я проводил я вообще зарегистрировал своей партнерке вот партнера потому что он очень скажем деловой у него нет времени и я стараюсь сделать все за партнера максимально облегчить процесс сотрудничества со мной и последним моментом пишите если у него есть какие-то вопросы либо сомнения а иногда не возникает то пусть он вам пишет и вы обязательно договоритесь вот за счет такой грамотной структуры предложения у меня соглашалось 9 из 10 человек сотрудничать естественно я предлагал по своей нише идем дальше следующий момент это куда гнать трафик конечно же можно заключить партнерство и чтобы партнер сразу пиарил ваш платный продукт но я так не рекомендую делать потому что за счет партнерств вы можете собрать очень большую базу к примеру за счет партнерства я набрал порядка 15 тысяч человек это получается совершенно бесплатно не тратить ни копейки на рекламу поэтому первым письмом всегда просите чтобы ваш партнер порекомендовал бесплатный курс вторым письмом естественно платный курс сразу скажу что сейчас я стараюсь заключать партнерство где у нас идет акция в 3-4 письма даже было такое что меня пиарили в 5 писем потому что это и больше подписчиков и больше продаж как это сделать я расскажу чуть позже а сейчас мы переходим дальше к следующему пункту следующий момент который мне очень сильно помог набрать большую базу подписчиков и сделать хорошие продажи это совместные платные и бесплатные курсы с довольно таки крупными игроками в нише если вы знаете таких людей как Виктор Рок Александр Куртеев то вот у меня с такими людьми есть бесплатные и платные курсы совместные итак давайте разберемся как по отдельности предлагать создание бесплатного и платного курса и как из этого извлекать выгоды в виде подписчиков и продаж ну во-первых по бесплатным курсам проведите опрос чего хотят ваши подписчики есть такой сервис классный в интернете сейчас точно не помню как он называется но там можно сделать опрос и люди за понравившиеся идеи будут голосовать вот сделайте там опрос и вы увидите что хотят ваши подписчики наверняка из первых трех вот этих желаний будет какая-то тема в которой вы практически не разбираетесь при этом эта тема смежная с вашей нишей вы берете эту тему идете в поисковик вбиваете смотрите на сайтах с видеокурсами и находите лучшего специалиста которого можете и предлагаете сделать ему совместный курс вы делаете свою часть работы например как это было у меня допустим курсы с александром куртеевым я провел опрос и выяснил что у меня люди хотят научиться делать дизайн сайты для джумлы для такой вот смс я собственно сам занимаюсь дизайном но в джумле нифига не понимаю я знал что в нише есть такой человек александр куртеев он давно занимается является лидером все что я сделал это просто предложил ему создать видеокурс до этого у меня уже был такой вот проект с виктором рогом я просто показал результат Александр посмотрел и согласился сделать в результате какой результат мы сделали данный бесплатный курс и набрали новых подписчиков 7000 в его базу после этого он пропиарил мой курс и мы на двоих заработали порядка 120-150 тысяч рублей вот такие вот результаты всего за одно партнерства так вот собственно сама схема сделайте опрос определите нишу в которой вы не спец найдите инфобизнесмена который в ней работает предложите партнерство сделайте бесплатный курс и порекомендуйте друг друга практически то же самое по платным курсам если вы видите что вашей аудитории интересен какой-то аспект вашей ниши но вы в этом абсолютно не разбираетесь вам не хочется это делать то просто находите какого-то своего коллегу и предлагаете сделать платный продукт подробный тут вы можете работать 50 на 50 либо на каких-то других условиях в зависимости от того кто сколько будет делать у меня есть два совместных проекта таких вот курсы там у нас немножко другие условия потому что я в них делал чуть меньше соответственно моя доля в них меньше здесь обговаривать стоит индивидуально каждый проект идем дальше рекомендую очень попробовать за счет этого за счет совместных курсов вы сможете не только набрать базу подписчиков но и сильно повысить свой личный бренд особенно если заключите партнерство с крупным каким-то инфобизнесменом теперь следующий момент как уговорить пиарить партнера не в одно два письма а в три четыре ну во-первых просто предлагайте во-первых потому что вы ничего не теряете если человек откажется но он не откажется с вами сотрудничать он просто скажет что три четыре письма это много вот и все тогда вы будете работать в одно два письма но большинство партнеров примерно 50-60% они соглашаются пропиарить в 3-4 письма и собственно когда у вас уже есть такие примеры у вас есть результаты после этих акций то следующим партнерам предлагать гораздо легче потому что вы можете показать эти примеры то что вот данный партнер заработал в два раза больше потому что пропиарил в 4 письма если вы хотите больше продаж давайте сделаем то же самое и желательно показать результат в виде скриншота а еще лучше записать какое-то видео не поленитесь делайте это вот вот собственно такая вот простая схема уговора партнеров пиарить вас в большее количество писем идем дальше следующий слайд и вам необходимо собирать уходящих людей с ваших страничек особенно на продающей странице сейчас почему-то не все это делают хотя это уже давно известная тема и собирать таких людей нужно если вы до сих пор думаете что люди не будут подписываться уходя с вашего платного сайта что если им не понравилась информация то они не подпишутся на бесплатный курс то это бред у меня например по статистике 53 где-то 56 процентов людей когда видят бесплатное предложение оставляют свои контакты почему такой высокий процент ну потому что я использую классный скрипт точнее даже сервис называется он камбэкер вся его фишка заключается наверное в том что когда человек уходит помимо того что он видит страничку с бесплатным курсом включается такой голос профессионального диктора ему также дублируется предложение и за счет этого получается довольно высокая конверсия и вы собираете очень много трафика опять же когда вы заключаете партнерство вторым письмом третьим четвертым партнер рекламирует ваш платный продукт и есть определенное количество людей которые сразу заходят на него пропустив бесплатный курс и вот с этого вы еще будете набирать дополнительных подписчиков и это количество очень большое за одну акцию вы сможете набрать несколько сотен если не тысяч подписчиков за счет скрипта выхода какой использовать скрипт здесь это на ваше усмотрение я просто пробовал разные и установил свой выбор на этом потому что у него самые лучшие результаты можете также попробовать посмотреть как будет у вас но поставить какое-то окошко всплывающее какой-то скрипт на выходе это нужно обязательно идем дальше следующее так здесь я допустил ошибочку в тексте извиняюсь следующее то что вам необходимо себя психологически настроить это самому себе сказать что ваш партнер это ваш лучший друг и вам необходимо все сделать за него после того как партнер согласится с вами работать вы его обязательно спросите чем вы можете помочь что сделать за него чтобы ему было комфортно с вами работать если даже он что-то откажется вы просто подумайте что ему придется сделать в сотрудничестве с вами и постарайтесь заранее уже до этого сделать все за него поверьте он будет вам очень благодарен и в следующий раз когда вы предложите ему вас припиарить он даже не будет думать далее обязательно подготовьте заранее все письма ссылки странички баннер и так далее не после того как вы заключили партнерство а до того как вы хотите предложить свое партнерство и следующий момент когда вы проверяете почту общаетесь с клиентами подписчиками и так далее на письма партнеров отвечаете первым делом потому что они вам гонят очень много трафика делают больше всего продаж и по приоритету они должны стоять у вас на первом месте так хорошо идем дальше теперь давайте приступим к второму способу с помощью которого я собрал примерно 10-15 тысяч подписчиков это покупка рекламы я использовал в основном два способа немножко третий вот эти два основных способа которые принесли мне половину моей базы это баннеры и покупка рекламы в рассылках сейчас мы эти способы разберем и я расскажу как эффективно покупать как баннеры так и рекламу в рассылках так давайте приступим и начнем с баннеров во первых необходимо определить на каких сайтах покупать баннеры потому что сейчас в интернете полно всякого хлама и вы можете просто вылить свой бюджет в унитаз итак давайте пройдемся по критериям сайт обязательно должны быть только по вашей тематике потому что если вы занимаетесь продажей автомобилей и разместите где-то баннер на сайте садоводства то даже если там будет посещаемость 100 тысяч человек на ваш баннер кликнут и перейдут на страничку очень мало людей и вы просто прогорите поэтому выбирайте во-первых только тематичные сайты по вашей тематике по вашей нише зайдя на сайт посмотрите чтобы на нем не было больше двух баннеров если будет больше то не покупайте рекламу на таких сайтах потому что конверсия если больше очень сильно снижается я не рекомендую далее посмотрите просто сам сайт на нем должна быть качественная информация не должно быть каких-то текстов с помощью набитых с помощью компьютерных технологий где просто идут слова друг за другом такое сейчас довольно часто встречается следующее посещаемость данного сайта должна минимум быть тысячи человек в день почему именно такая цифра если вы будете покупать меньше то трафик будет идти очень маленький и даже если у вас будет сотня таких сайтов отслеживать где какая эффективность будет очень сложно поэтому я рекомендую покупать баннеры только на хорошо посещаемых сайтах далее посмотрите пожалуйста статистику почти на всех сайтах есть счетчики и там видно сколько человек просматривает просмотров должно быть минимум 3 страницы на человека то есть допустим на сайт зашло 10 тысяч человек просмотров должно быть минимум 30 тысяч а вот это будет показатель что сайт более-менее качественный если будет меньше то сайт извините за выражение говно на нем неинтересно находиться и по вашему баннеру практически кликать не будут далее посмотрите на сайт он должен быть удобный простой и дизайн красивый вот такие вот критерии по отбору сайтов дальше второй пункт как вести переговоры с владельцами ну во первых прежде чем предложить покупать баннер предложить ему партнерку свои выгоды и так далее распишите все условия примерно один-два из десяти вот этих владельцев сайтов будут соглашаться на вашу партнерку естественно большинство не будет потому что они привыкли получать деньги сразу но вам гораздо выгоднее чтобы человек разместил ваш баннер вы платите только комиссионный с продаж это очень выгодно если же человек отказался то узнайте цену и попросите обязательно скидочку потому что ну человек даже услышав что вы просите скидку если даже откажет в скидке то не откажется размещать вашу рекламу потому что ему деньги все равно нужны поэтому скидку обязательно просите вы ничего не теряете и далее обязательно узнайте какой формат размер баннеров допустим на его сайте потому что некоторые владельцы категорически против флеш баннеров анимированных больших баннеров и так далее это уточняйте сразу не затягивайте переговоры и после этого приступайте к созданию баннера какой баннер создавать сейчас мы это разберем следующий слайд и давайте я расскажу какие баннеры максимально эффективны во первых у баннера должен быть контрастный фон то есть если вы видите что фон сайта темный то ваш баннер должен быть светлым чтобы был контраст резонанс то же самое если фон сайта светлый то ваш баннер должен быть темным чтобы он выделялся на фоне вот этого сайта следующие цвета которые перечислил в скобках очень хорошо привлекает к себе внимание это красный белый черный и желтый можете их использовать то же самое с цветом когда вы определили цвет баннера сделайте контрастный цвет по отношению к этому цвету баннера очень классно работает к сочетанию цветов красный фон и белый текст рекомендую использовать вот такое сочетание шрифт обязательно делайте максимально простой чтобы даже слепой человек мог прочитать не нужно извращаться и делать какие-то шрифты с завитушками наклонами и так далее это понизит конверсию далее фрейм что это такое объясню когда человек видит ваш баннер читает текст у него в голове формируется какое-то предложение мысль то что он получит он нажимает на баннер приходит но вдруг видит совершенно другое предложение допустим у него фрейм был получить бесплатный видеокурс а он заходит на страницу и видит что его можно получить только пригласив 5 друзей естественно такой человек не будет участвовать в данной акции если же вы сразу напишите на баннере что видеокурс можно получить бесплатно пригласив всего лишь 5 друзей то будет возможно кликать чуточку меньше людей но при этом все кто перейдет будут участвовать в этой акции то есть должно быть соответствие того что написано на баннере и того что на подписной странице различий не должно быть иначе у вас будет очень низкая эффективность подписок подписчиков вот с таких баннеров пожалуйста учтите вот этот факт он очень важный и сильно влияет на конверсию следующий момент какой баннер анимировать использовать анимированный или статический но тут я не могу сказать что лучше потому что необходимо тестировать где-то будет лучше статический где-то анимированный сейчас многие не любят анимированные баннеры и на некоторых сайтах кликабельность на них хуже чем на статических здесь просто тестируйте сделайте два варианта посмотрите сколько проведет баннер за неделю анимированный и потом посмотрите сколько проведет за неделю статический и ориентируясь на результаты уже определите что в дальнейшем использовать далее я рекомендую использовать минимум иллюстраций лучше текст потому что с помощью текста в баннере можно более четко и конкретно показать выгоды человеку на иллюстрациях это не так хорошо заметно потому что баннеры в принципе сами по себе размером небольшие приходится сильно концентрировать зрение внимание люди это не любят и гораздо проще прочитать текст ну и последний момент тестируйте баннеры не нужно делать так что создали баннер повесили и забыли о нем тестируйте потому что не всегда то что вы сделали первый раз будет лучше даже скажу по секрету то что вы сделали в первый раз практически всегда будет хуже чем вы сделаете после тестирования итак следующий момент я хочу порекомендовать вам всего лишь один сервис с помощью которого стоит покупать баннеры я перепробовал наверное с десяток различных сервисов но только вот сервис ротобанк принес более-менее хорошие результаты почему ну потому что здесь есть довольно много площадок тематических и здесь вполне адекватные цены есть и другие биржи по баннерам но там либо малом площадке либо цены просто заоблачные поэтому рекомендую использовать только этот сервис ну и последний совет по баннерам лучше найдите один такой вот качественный сайт с большой посещаемостью и разместите на нем баннер чем это будет лучше чем если вы найдете 100 малопосещаемых мелких сайтов потому что протестировать баннер на таком вот сайте сделать его гораздо эффективнее намного проще быстрее и по затратам получается меньше отслеживать 100 баннеров очень сложно и они в принципе приносят не такие результаты хорошие как на посещаемых сайтах ну могу по секрету сказать что я покупал баннер на портале где посещаемость порядка 50-60 тысяч в день стоимость баннера там была 15 тысяч рублей в месяц и там приходило просто нереально много трафика сайт качественный там вообще не было баннеров поэтому я рекомендую искать именно такие сайты хорошо идем дальше теперь мы разберем покупку рекламы в рассылках в каких рассылках стоит покупать рекламу в каких нет во первых когда вы отберете рассылки сначала предложите партнерство не все согласятся но некоторые будут соглашаться опять же то же самое как с сайтами ищите только по вашей тематике рассылки то же самое ищется в смарт-респондере и других системах веб-сервис по количеству подписчиков какие критерии лично я искал от 3000 ну потому что если человек набрал 3000 человек он уже более-менее разбирается поддерживает свою аудиторию высылает какой-то контент там уже что-то можно скажем ловить далее после того как вы составили список вот этих вот потенциальных рассылок где можно прорекламиться у каждого спросите скриншоты открываемости и кликабельности потому что есть такие рассылки где допустим база в 50 тысяч но там открываемость в 5 процентов это то же самое что рассылка в 25 тысяч с открываемостью в 10 процентов зачем тогда тратить больше денег если можно результат точно такой же получить с меньшей базой поэтому не ведитесь на крупные базы не всегда результат от них больше и лучше чем от маленьких у меня были довольно негативные результаты когда я пиарился в 100 тысяч базе 150 и там приходил подписчиков с такой базы 1002 просто того что такая вот плохо читаемая рассылка следующий момент всегда просите предоставить отзывы и контакты тех кто рекламился в основном кто продает рекламу у них уже есть отдельные странички где висят вот эти различные отзывы либо контакты далее попросите обязательно три последних выпуска потому что люди могут на словах сказать одно а на деле будет совершенно другое вам необходимо посмотреть что было в прошлых выпусках как человек ведет рассылку как пишет и так далее теперь что не нужно покупать не покупайте рекламу в рассылках где кроме вашей будет еще какая-то дополнительная реклама сейчас многие хотят срубить побольше бабла и стараются в рассылку запихнуть две-три рекламы в таких рассылках никогда не покупайте потому что это полный провал будет подписчиков вас практически не наберется далее не покупайте у авторов которые зарабатывают только исключительно на этой рекламе и дают ее по я не знаю через каждый день два таких к сожалению сейчас становится все больше и больше выхлоп от такой рекламы будет очень низкий и последний момент наверное не покупайте рекламу у авторов которые рекламируют все подряд к сожалению даже когда отбираешь рассылку по своей тематике смотришь допустим 3-4 прошлых выпуска и видишь что человек рекламирует совершенно не тематичные ресурсы и за счет этого аудитория охладевает ей становится неинтересно она перестает читать рассылку эффективность здесь будет тоже крайне низкая и естественно прежде чем покупать рекламу просчитывайте окупаемость после того как вы узнали количество открываемых писем количество кликов сколько количество базы просто посчитайте сколько перейдет у вас на сайт вы уже знаете конверсию своей подписной страницы подсчитывайте сколько будет подписчиков и сколько с них продаж и вот вы уже будете знать сколько это вам принесет прибыли и окупится ли реклама в данной рассылке к сожалению на начальных этапах я этого не делал и слил так несколько десятков тысяч рублей не рекомендую повторять моих ошибок идем дальше как писать письма для этих рассылок во-первых обязательно проанализируйте аудиторию рассылки потому что у всех она немного специфичная и пишите индивидуальное письмо под каждую рассылку если вы будете использовать шаблон то эффективность будет ниже потому что она не будет подстроена по целевой аудитории и во-вторых многие люди подписаны на одни и те же рассылки увидев шаблон они увидят что это реклама и не будут переходить по вашим ссылкам далее пишите такие вот провокационные заголовки с использованием элементов желтой прессы они очень хорошо открываются но при этом не нужно очень сильно уходить в крайность пишите по своей теме следующий момент ссылку ставьте как можно ближе к самому верху чтобы большее количество людей кликнуло и перешло на вашу страницу подписки следующий момент продублируйте ссылочку как минимум 3-4 раза это также увеличит количество переходов но естественно пишите письмо так заинтриговав я не рекомендую писать в письме прям описывать все выгоды которые получит человек потому что переходов становится меньше лучше заинтригуйте и напишите что можно получить такие-то результаты если перейдете по этой ссылке и так далее идем дальше последний момент который я использовал не так активно как два предыдущих это контекстная реклама давайте разберем пару моментов я не скажу что большой специалист по контекстной рекламе я ее полностью скажем так аутсорсил компанию моего партнера и ей полностью не занимаюсь там очень высокие показатели я просто отдаю деньги и у меня идет трафик давайте разберемся куда гнать трафик я пробовал разные способы как на бесплатный так и на платный курс в разных нишах в разных продуктах все получается по разному поэтому мой единственный совет тестируйте в контекстной рекламе не будет таких советов как пошагов какой-то план сделать и так и так просто тестируйте в принципе через контекстную рекламу лучше продавать сразу напрямую потому что через бесплатный курс у меня например очень плохо окупается ну и последний совет если не разбираетесь в контекстной рекламе например как я либо не хотите заниматься то просто наймите какую-то компанию либо профессионалов в этом деле это гораздо лучше ну и естественно если не окупается контекстная реклама то собственно от нее лучше отказаться и вложить в те способы в те же рассылки баннеры и получить новых подписчиков новые продажи так хорошо в принципе мы закончили и сейчас я хочу вам рассказать о конференции мастер инфобиз который пройдет в октябре этого года на которой я также буду выступать и уже рассказывать о том как получить по получать по тысяче подписчиков в день там я буду рассказывать о вирусных технологиях скриптах маркетинге и так далее за счет которых можно получать просто убийственные цифры очень много подписчиков вот сегодня нас пропиарил Азамат Ушанов он использовал наш скрипт и за месяц он набрал 19 тысяч новых подписчиков такие вот классные результаты можно добиваться и даже больше ну что ж я всем рекомендую приехать на эту конференцию в конце октября вы сможете получить море информации пообщаться лично со мной как по трафику так и по другим темам сейчас я скину ссылочку переходите регистрируйтесь и надеюсь с вами увидится вживую пообщаться ну естественно как я обещал пару минут ответа на вопрос так давайте сейчас пожалуйста после вот этой ссылки пишите свои вопросы чат мне читать не совсем удобно какая хорошая конверсия подписной страницы вот ту структуру которую я дал в начале она оптимальная практически для всех ниш используйте ее подгоните под свою нишу так с чего начать если только создается сайт но если вы создаете блок то я рекомендую его закрыть блок создавайте и раскручивайте только когда у вас будет база в 20-30 тысяч человек потому что он отнимает очень много времени а результатов приносит в принципе мало вкладывайтесь в рекламу так баннер который предлагаем повесить на разных сайтах разные должны быть или везде один и тот же можно повесить я не рекомендую много баннеров делать максимум 3 штуки просто тестируйте и смотрите один баннер нет я рекомендую сделать 2-3 варианта и смотреть что будет работать лучше так дальше вопросы так с какой периодичностью делать автоматическую рассылку из 5 писем каждый день первый день второй третий четвертый пятый потому что если вы будете делать какой-то интервал то у вас будет снижаться активность открывания этих писем и будет меньше продаж так что нужно сделать чтобы открывали письма ну во-первых делать классные заголовки о том как писать классные продающие письма я вам могу порекомендовать одного хорошего человека с ним совершенно недавно познакомился на инфотусовке зовут его Руслан Кашаев он как раз специализируется на этой теме и я сейчас как раз обучаюсь у него как писать эти письма наберите просто в интернете у него есть куча бесплатного контента посмотрите обучитесь так следующий вопрос как лучше подать MLM интернет продукт по моему мнению так ну во-первых вы сразу пишете что данный продукт не для всех не для тех кто ищет работу кому нужны деньги прямо именно сейчас это для тех у кого уже есть стабильный заработок и кто хочет повысить свой доход именно пассивный обязательно это опишите потому что у вас если вы это сделаете не будет негатива с людьми вот я бы сделал так какой процент подписной считайте хорошим смотрите есть два варианта когда вы просто гоните трафик через партнеров через какие-то сайты я имею ввиду через своих партнеров то в среднем конверсия будет 15-20% но это будет очень хорошая конверсия если вы заключаете партнерство то у меня например конверсия при заключении партнерства была максимально 50 либо 60% потому что это теплый трафик вас рекомендует партнер которому читают которому доверяют и здесь конверсия очень высокая поэтому здесь стоит разделить вот эти два параметра холодный и горячий трафик и следующий момент в каждой нише конверсия будет разная потому что некоторые люди допустим в том же садоводстве они возможно даже не знают как подписаться на тот же смарт-респондер я помню у Юсуфа Губайдулина был нишевый проект в принципе он сейчас наверное есть так вот у него там конверсия была примерно 10% хотя все было сделано грамотно красиво профессионально здесь вся была проблема в аудитории они очень плохо разбирались в компьютерах так что конверсия очень сильно зависит от аудитории так какие рекомендации по размещению баннеров у конкурентов не совсем понял вопрос уточните пожалуйста Арсений так какая так идем дальше читаем так если нет блога тогда создавать подписные и продающие страницы и их пиарить да верно вот по поводу блога повторюсь не нужно его создавать пока у вас нету базы в 20-30 тысяч человек я вот только сейчас создал блог и даже его еще не наполнил потому что я понимаю что есть гораздо более эффективные дела за счет которых я могу привлечь больше подписчиков и сделать больше продаж те же самые партнерства и покупка в рекламах блог это уже знаете больше для души для для пиара самого себя и для работы с социальной сетью так говоришь лучше новичку начать сайты лучше начать с подписной страницы и создание своего продукта это гораздо быстрее и легче сделать так заказывали либо когда-нибудь спам рекламу спам я никогда не заказывал потому что у него эффективность насколько я знаю очень низкая но я пробовал рекламу в тизерных системах там просто бешеный трафик но с 300 пришедших человек у вас максимум подпишется 1-2 человека не рекомендую использовать его вот данный способ привлечения тизер это больше для рекламных страниц каких-то для тех кто зарабатывает на рекламе на сайтах не для инфобизнеса так хорошо еще 1-2 вопроса и мы будем заканчивать какой считается допустимый процент отписки после знакомства с бесплатным курсом и после платного предложения у всех разных тут нет конкретного ответа знаете чем у вас будет больше базы тем больше будет отписок потому что начинает идти народ который подписывается ну вот просто так стало интересно взял подписался от нечего делать поэтому чем больше базы тем больше у вас будет отписок негативных комментариев и так далее так что этому не удивляйтесь процент этот будет с увеличением базы также возрастать в каждой нише он будет свой и отличаться тут конкретных цифр нету так идем дальше через какие компании лучше рассылать свои диски и как делать это кому отдать это на аутсорсинг но я рекомендую две компании Russian Post Service и QuickPost QuickPost я пользуюсь сам а Russian Post Service это скажем так мои партнеры поэтому рекомендую их так ну что ж на этом мы будем заканчивать я и так уже на 5 минут затянул так ну что ж желаю всем применить ту информацию которую я дал получить классные результаты напоследок для тех кто дослушал если кто через 3 месяца наберет базу в 10 тысяч подписчиков напишите мне и я вам выдам бесплатно совершенно скрипт рекомендаций который стоит 5000 рублей плюс 2 курса по созданию обложек по созданию меню и курс по веб дизайну вот такой вот небольшой бонус будет для тех кто захочет выполнить все вот эти вот рекомендации на этом все я с вами прощаюсь и передаю слово делением вам и следующий все спасибо Продолжение следует...